Можно тогда я в поддержку высказываю Михаила Виллера? А в мою поддержку? На меня набросите. Продолжение ваших слов. Дело в том, что, безусловно, русская литература является конкурентоспособной, и литераторы со своими текстами, наряду с теми людьми, которые продают нефть, являются одной из самых важных страт в России. Но если с литературой более-менее всё понятно, я понимаю лично для себя, одну из главнейших проблем литературы – это гибель советской системы и книгораспространение, когда книги до большинства регионов России элементарно просто не доходят. Вот я вырос в Рязанской и Липецкой деревне, у нас там были в деревнях отличные книжные магазины, а сейчас там нет в радиусе 100 километров. Мне понятно, что есть такая проблема, и нужно каким-то образом её решать. А вот проблемы, связанные с той же самой нефтянкой, мне непонятно, поэтому мне спросить не у кого, я у вас спрошу. Вот, как русского литератора, мне крайне интересует недавнее ваше высказывание, согласно которому Россия стала продавать нефти столько же, сколько Саудовская Аравия, даже больше даже. И, насколько я знаю, один из людей, который этим занимается, Геннадий Тимченко, глава компании «Гугнор», он, заработавший колоссальное количество на продаже нефти, он принял финское гражданство, и теперь не русский гражданин, а финский гражданин, и как русского писателя меня крайне удивляет данная ситуация. А второй вопрос мне навеял выступление Сергея Вадимовича Степашина. Я вспомнил про транснефть, у которой был год назад колоссальный скандал. В транснефти пропало 4 миллиарда долларов, год уже почти прошёл, не возникло ни уголовного дела, не появилось никаких подозреваемых, собственно, ничего не происходит на этой теме. И вот мне интересно, то ли этих не было 4 миллиарда долларов, то ли это придумали враги России, потому что если эти 4 миллиарда долларов запустить в книжную сферу, то мы сами просто свои книги разнесём по всей России за эти деньги и обеспечим книгораспространению. Это где? В компании какой? Транснефть. Значит, по первому случаю, по первой части этого вопроса. Я Гражданин Тимченко знаю давно, с периода работы в Петербурге. Он работал со своими друзьями и коллегами в Кириши нефтеорксинтез, такая компания есть, Киришки нефтеперерабатывающий завод. И когда пошёл процесс приватизации, они отделили свою часть, которая занималась экспортом нефти, нефтепродуктов. Просто сделали частную компанию, где-то в самом начале 90-х годов. И вот постепенно начали эту компанию развивать. Он пришёл в бизнес не вчера, не позавчера, с первого шага, когда была разрешена приватизация. И уверяю вас, я знаю, что много пишут по этому вопросу, абсолютно без всякого моего участия. Просто они создали компанию и работали. И когда объёмы стали такими, что потребовалось, чтобы кто-то из них обязательно был на той стороне границы, организовывал эту работу, вот, как я себе представляю, они выбрали его для того, чтобы он переехал туда и там продолжил корпоративную работу. Значит, и, насколько мне известно, действительно приняло это финское гражданство. Но он является гражданином России, насколько мне известно. И всё это делается не из-за того, что ему хорошо или плохо, а делается из-за того, что у нас нет безвизового режима с Европой, и невозможно организовывать работу должным образом. И такая проблема у многих представителей бизнеса. Только процентов 90 скрывают, что имеют грин-карты или гражданство, а он нет. То есть это нормально, если у человека двойное гражданство... Я считаю, что нормально, когда в современной мире человек может выбрать любое место жительства и чувствовать себя связанным со своей Родиной. Это абсолютно цивилизованная позиция. Вот для такой же, как для меня, невозможно. Видимо, для вас тоже. А есть люди, скажем, в творческой среде, которые хотят ездить по всему миру и чувствовать себя гражданами мира. Есть представители бизнеса или молодёжных организаций, даже религиозных организаций, которые считают, что они не должны быть связаны никакими визовыми режимами и границами. Это цивилизованный подход. Повторяю ещё раз, насколько мне известно, господин Кимченко является гражданином Российской Федерации. А всё, что связано с бизнесом, с его интересом, это его личное дело. Я никогда туда не лез и лезь не собираюсь. Надеюсь, что и он мои дела никогда носовать не будет. Теперь, что касается Транснефти и других организаций. Если вы знаете, я был руководителем контрольного управления администрации президента Российской Федерации. И сам осуществил такие проверки, которые осуществляет и Сергей Владимирович Степашин, аналогичного уровня. Есть нарушения и есть нарушения. Есть нарушения, которые связаны с нарушением действующего законодательства и являются уголовно наказуемыми деяниями. Хищение, кражи и так далее, обман, подкуп, взятки и так далее. А есть нарушения, которые не являются уголовно наказуемыми. Это не целевое расходование средств. Вот, ну, не по Транснефти, скажем, а по региону, по-любому. Значит, допустим, губернатор обязан тратить деньги, ну, условно, там, на жилищное строительство. А он направил на улучшение здравоохранения. Ну, очень условно. Он, в принципе, не целевым образом израхсудовал деньги. Ну, не преступление, ничего не украл. Вот то же самое может быть и в Транснефти. Они предполагали, что они стратили по другому направлению, они стратили по-другому. Вот это первая часть Морализонского балета. Есть вторая. Значит, в принципе, то, что проверяет счётная палата, она, в принципе, должна проверять и проверять в основном, в закону она должна так действовать. Траты бюджетного характера. Транснефть – это коммерческая организация. Они могут, проверьте, сказать, да, ребята, посмотрите, у вас там чего-то не бьёт по экономике. А если там есть уголовно наказуемые вещи, они передают в прокуратуру. Уверяю вас, если там было что-то уголовно наказуемое, там уже сидели за решёткой люди. Владимир Владимирович, вопрос. Пожалуйста. Скажите, а вот эта встреча, она не под выборы сделана? Нет. Ну, как я говорю. И так вы.